А в Уссурийске появился поклонный крест. В новом микрорайоне установили монументальное сооружение. Уникальный крест от зодчих Липецкой области осветили в церковный праздник День Возведения Креста Господня. Благословляется и освящается знамение всекрестное. Благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды всеосвященное. Торжественные открытия и освящение поклонного креста прошли на закате. Молебен провели священнослужители храма Покрова Пресвятой Богородицы. А уникальное сооружение изготовили умельцы в православной художественно-производственной мастерской «Патриарший лес» в Липецкой области. Поклонный крест – это не дань уважения к моде. Это то, что мы все должны делать. Мы должны к этому стремиться. И вот это место, на котором мы сегодня находимся, я думаю, оно не будет пустым. Всегда будут здесь люди, всегда будут приезжать сюда, молиться Богу. Место для установки креста выбрали особенное. При закладке микрорайона здесь обнаружили останки древних людей эпохи неолита. В 8-10 веках эти земли активно осваивали бахайцы. А в 12-13 жили джурджени. Обжитая местность в поздние годы служила линией обороны. Ровно 150 лет назад, в 1868 году именно по этому месту и прошли банды хунхузов, поддержанные китайцами, которые полностью сожгли наш город. Тогда еще село Никольское. И с этого же места мы прекрасно видим Хенину сопку, где 5 июля 1918 года, то есть ровно 100 лет назад, прошло сражение, в ходе которого наш город был захвачен чехами. Это практически была битва за Никольско-Сурийский. Это одно из первых крупнейших сражений гражданской войны на Дальнем Востоке. Дату для торжественного открытия креста выбрали тоже особенную. По церковному календарю день воздвижения креста Господня. Праздник символизирует поднятие из земли креста, на котором был распят Иисус. Сейчас территорию монументального сооружения уже благоустроили, а позже на этом месте планируют возвести часовню. Дарья Орлова, Наталья Зайцева, Панорама.